Я вас категорически приветствую. Я вас приветствую. Категорически. Не менее. Здорово. Как дела? Опять прогул за прогулом у тебя. Мы не можем отвлечься от нашей мерзкой реальности и погрузиться в волшебный мир музыки. Да. Работа меня как-то сковала по рукам и ногам. Столько работы не было никогда у меня, как сейчас. Серьезно. Зато музыка. Уже смотрю на обложки, это ж натурально волшебная музыка. Музыка спасает. Безусловно. Потому, что как-то навалилось. Экономика-то растет. Дай-то Бог. Мне тут в комментариях пишут люди. «Что же вы, русские, слушаете западный рок все время? Его пропагандируете». Мы советские. Тогда ничего другого не было, я вас уверяю. «Западную культуру несете в массы». А я на это отвечаю, что культура общая, она принадлежит всем. Нет такого западная культура, восточная культура. Есть национальные особенности в культуре каждой страны. Но, по большому счету, культура едина для всего человечества. Мы же слушаем восточную музыку, например, спокойную. Нам нравится так называемый этно-рок. Что это такое? Восточная музыка. И не только восточная. Северная. Наш любимец Роберт Плант и его друг Джимми Пейдж из страны под названием Марокко не вылезали. Рассказывая, какие там вообще невероятные музыканты. Как они там в своем Марракеше наяривают. Слов нет. С чего бы это интересно? Представители так называемой западной музыки этим заинтересовались. Причевое слово в западной культуре. Это культура, во-первых. А культура едина. Никто не задается вопросом, когда люди ходят в Мариинский театр на итальянскую оперу, например. Ничего. Это можно. А рок-музыку не можно. Получается. А на какую ходить? Хотелось бы поинтересоваться. Если бы там придумали и там шедевров понадобили. Есть и наши. Безусловно. Так что если есть наши, то и надо отвернуться. Я не понимаю. Это единое состояние человечества. Культура это цивилизация. Это цивилизация нашего мира небольшого. Все остальное это около цивилизации. Это такие атрибуты сопутствующие. Потому, что основное это культура. И нельзя ее делить. Если мы начнем ее делить, все развалится. Мир рухнет нахрен вообще. Вообще ничего не останется. Только этого не хватало. Отечественную я не знаю. Ты же про группу кино рассказывал. Рассказывал про отечественную культуру. Персональный личный опыт. Ну, я про группу ЕС хочу поговорить. Группа ЕС. Когда ты познакомился с группой ЕС? И как ты познакомился с группой ЕС? Расскажи. Давно. 78. 79. 78 лет назад. Да. Это так давно было, что вообще туши свет. Не помню, какой был первый альбом. Но запомнился. Ну, не этот точно. Нет. Я их не видел вообще. Только на фотографиях. Тейлс оф топографиков. Вот помню название. Его все любят почему-то. Ну, он прекрасен. Меломаны. Но не все. Все, да не все. Рик Вейкман вообще ушел из группы после записи этого альбома. Не выдержал. Не могу это больше выносить. Вот это вот все. Ну, и мы дойдем до топографии Коушем. Ну, на самом деле, группа, конечно, удивительная. Потому, что она относится к тем коллективам, которые создали свой мир отдельный. Таких команд немного, на самом деле. Я могу назвать 3-4 строителей собственного мира, которые и визуально воспринимается, и на слух, и на взгляд. И едва ли не на ощупь. То есть, это такой какой-то сказочный мир, по которому начинаешь путешествовать. Я всю жизнь путешествую. Я впервые услышал ЕСК, когда учился в школе. Еще в классе в девятом. Мне принесли пластинку, до которой мы дойдем. Не скажу пока, какую. Вот. И я совершенно обалдел. Думаю, что ж такое вообще? Как такое бывает? Как такое возможно? И с тех пор так и брожу по этому лесу сказочному, который благодаря художнику Роджеру Дину отчасти еще сформировался и обложкам его. Позвольте взглянуть. Да. Это первый альбом, который вышел, мне память не изменяет, в 1969 году. Мне кажется так. Какие урожайные были годы? Боже мой. Урожайные сейчас не менее урожайные. Потому, что сейчас выходит огромное количество пластинок. Очень хороших. Очень много отличных групп появляется. Появляются, исчезают. Многие остаются и продолжают играть. И очень здорово. Я, кстати, говорил как-то с Яном Андерсоном. Джет Ротал. Если все не в курсе. Есть такой. Да. И он сказал, что если бы группа Джет Ротал начала играть сейчас, то мы вряд ли бы достигли той популярности, которую достигли. Достигли. Не потому, что мы плохо играем. Не потому, что эта музыка никому не нужна. Она, безусловно, нужна. Наверное, сегмент и молодежи существует. Который примет эту музыку нашу. Сказал Ян Андерсон. Но просто сейчас такое количество групп. Такое количество альбомов выходит. Что выйти на первое место. Ну, я исключаю попсу. Там всяческую разную. Которую продвигают благодаря вливанию огромных денег. И прессе. И рекламе. И всему остальному. А за счет музыки сейчас выйти на первое место. Говорит. Я не представляю. Это невероятно сложно. Потому, что очень много групп. В наше время столько не было. Это к вопросу об урожайных годах. Было в разы меньше. Самое главное технических возможностей. Технические возможности резко ограничены. Магнитофоны продавались. И микрофоны тоже. Получается. Барахло. А с нынешней. Когда он в телефоне какой-нибудь этот... Гараж бэнд. Три раза пальцем ткнул. Зазвенело. Застучало. Хоть в радио включай. Я тебе вроде говорил, что в Соединенных Штатах... Только в Соединенных Штатах. Ежемесячно выходит 10 тысяч альбомов. То есть, количество стремящихся просто невероятно. А как это хотя бы послушать... И среди них очень много хороших. Чтобы оценить. Допустим, тысяча хороших. Если условно по часу, то это надо тысячу часов в месяц. Невероятно. В России выходит огромное количество хорошей музыки. Вон у нас. Ты с утра приходишь. А вечером здесь. Как на фронт идут с гитарами. Барабанами. Пацаны, девчонки. Лордами. Здесь на Красном Треугольнике. Репетиционные базы. Я там пару раз был. Тут толпы ходят с гитарами. И очень много хороших групп. Очень много прекрасной музыки выходит. Но она не рекламируется. Она вся в сети. И люди, которые сидят в сети, они все это знают. Слышат. Слушают. И свои фанатские сообщества. Свои фан-клубы. У большинства групп есть. Просто мы в силу возраста. В силу отсутствия времени. Да и, признаться сказать, интереса. По-честному. Так, если быть честным перед мировым сообществом. И перед собой. И перед собой. Потому, что нельзя объять необъятное. Мы свое необъятное уже объяли. У нас все это есть. Хотя я стараюсь новую музыку тоже слушать. И достаточно много. Это я к тому, что сейчас группа больше, чем тогда. Это я к тому, что урожайный год был 69-й. Урожайный, да. Но в 2002-й не менее урожайный. Ну, чтобы начать как-то эту бесконечную историю. Вводная фраза, что в 1968 году встретились два музыканта. Ион Андерсон и Крис Сквайер. Который играл в группе Сын. Под названием Грех. Грех. Да. Есть, кстати, группа Сын. Сейчас она... Я не знаю, сейчас она работает или нет. Но... Такая, условно говоря, современная группа, которая играет прогрессив рок. Такой с большими полотнами. Но она не имеет отношения к группе Сын. Той. Хотя та тоже играла прогрессив рок. Но другое. Чтобы люди не перепутали. А то увидят где-нибудь в магазине Сын. О, это Сын. А не тот Сын. Другой. И, как ни странно, эти парни, думаю, что не представляли даже, что вырастет из их встречи. Потому, что любили они музыку. Такой музыки не было тогда. Они любили другую музыку. Они любили Саймона Игоря Фанкела. Любили группу Birds. Любили очень... Такие песни... Ну, условно говоря, там типа Beach Boys. С голосовыми раскладками. Чем больше голосовых раскладок, сложных мелодий голосовых, тем интереснее. Ну, и они оба пели замечательно. И Крис Сквайр отличный пел. Для понимания всем рекомендую песню группы Beach Boys. Есть под названием Good Vibrations. Я слушаю, наверное, лет с десяти. Хуже не стало за это время. А как прекрасно вообще делали. И они, конечно, не представляли, что получится в результате. Получилась какая-то дико сложная музыка. И меня всегда эта дико сложная музыка удивляет тем, что она... Да. Она сложно выстроена. Сложно придумана очень. Сложно сыграна блестяще. Но воспринимается очень легко и понятно. И как-то... Удивительно. Парень, который учился в советской школе. Я. Вот именно в... Не помню, в каком классе я учился, когда услышал Yes. Впервые. Абсолютно понял все сразу. И запомнил. И ходил потом насвистывал, напевал. И там басовые линии, и гитарные линии. Не умея при этом играть. Вообще ничего. Ничего не понимая. Не зная. И как-то так раз, это на ухо ложится. И все прочитываешь. Все понимаешь. Все запоминаешь. И все напеваешь потом. Вот эти сложные как бы вещи. Каким-то образом это укладывается. Ну, как у Моцарта, наверное. Потому что... Я не знаю сейчас, столь ли популярна музыка Моцарта в массах, как была в наше время с тобой. Не знаю. У них такое разнообразие нынче. У Моцарта? У нынешних такая доступность залезть в какой-нибудь Ютуб. Я не знаю. Там годами можно не вылезать. Столько всего положено. Не переслушать. До Моцарта, возможно, и не доходят. Музыка Моцарта из того же, в общем, сегмента. Его можно насвистывать, напевать и легко запоминать. При этом все сложно. Все громко. Всего много. Оркестр. Хор. То-се. Солисты. Ловок был. Крайне ловок. Ловок был. Собака. Вот. По объявлению нашли барабанщика Билла Бруфорда. И подтянулись еще два парня к нему. Тони Кей. И Питер Бэнкс. Гитарист и певец. И вышла у них первая пластинка. Вот эта под названием Yes. Которая удивила всех. Именно своей сложностью и необычной. Во-первых, вокал необычный у Андерсон. Очень высокий. Такой. А Крис Сквайер бас-гитарист тоже. Его сложно назвать просто бас-гитаристом. Потому что он композитор, певец, музыкант, автор, текстовик. Кто угодно. Но только не просто бас-гитарист. И он играл на бас-гитаре не похоже на других бас-гитаристов. Было два музыканта, которые играли на бас-гитарах. От творчества которых он отталкивался. Это Джон Энд Уисел из группы The Who. И Пол Маккартни, как ни странно. Который на бас-гитаре играет всегда мелодические линии. Практически иногда солирует на бас-гитаре. А все это укладывается все равно в общую структуру так, что он басом как правильно, как и надо поддерживает. Ритм. Все. Ритм, да. Играет с барабанами. Все правильно. Но при этом очень мелодические такие длинные, сложные достаточно вещи. И The Who тоже этим славились. Крис Квайр пошел по этому пути. И наворачивал на басу такие какие-то линии невероятные. Что привлекало внимание, безусловно. Но это я какие-то такие частности начал уже вещать. А играли они кавера в основном. Когда они только начали свою карьеру. Ну, свои песни писали, но специализировались на каверах. И когда они давали концерты, они очень много играли чужих песен. Очень неожиданных. На первом альбоме у них присутствует песня «I see you» из репертуара группы «Birds». И здесь вот эта песня «I see you». Ну, «Birds» ты помнишь, что такое. Это двенадцатиструнная гитара. Мажорная. В ре-мажоре в основном все сыграно. Потому, что в двенадцатиструнной гитаре ре-мажор легче всего берется и звонче всего звучит. Ну, это такой лоховской взгляд мой. Но это правда чистая. Потому, что этот аккорд на двенадцатиструнке козырный. Всегда сфальшивить труднее всего. А звучит просто сказочно. Потому, что соль-мажор на двенадцатиструнке уже... Сложнее. Немножко сложнее. Я уже не говорю там про какие-то в других позициях еще. Ну, это для дилетантов. Какой я сам являюсь. Тоже такая история. Но это чистая правда. Потому, что послушайте группу «Birds», там ре-мажор прет просто... Если не в каждой песне, то две через одну, например. Если людям нравится. Что же такого? Да. Так вот. Они из этой достаточно сложной изначальной песни. Несмотря на то, что «Birds» они все-таки более электрический фолк играли. Мне очень нравятся они. Тут ЕС устроили какой-то джаз авангардный. Такую перекличку. Гитары с клавишными. С басом. С ударными. Шесть... Семь минут идет. Шесть пятьдесят две. Идет эта песня. I see. То есть, явно не для радио. Не для радио. Для себя, как мы любим. Совсем не для радио. Хотя тут... Я не знаю, что тут для радио. Ну, вот yesterday and today. Разве что две минуты пятьдесят одна секунда. Я не знаю, что там у них крутилось на радио. Я тогда в Лондоне не жил. Не знаю. Вот. И песню битловскую. Every little thing. Они здесь делали. Тоже на шесть минут ее зафигарили. Сложная. Я замечу, что пластинка предваряется заметкой журналиста из журнала Melody Maker. Где редактор дал всем команду выбрать величайшие, так сказать, группы. Он выбрал две. Let's Zeppelin и Yes. Вот так. А многие просто и не слышали о существовании такой. До нас как-то доходило очень-очень туго. Ну, доходило-то доходило туго. Но, однако, на толчке... Для тех, кто не знает, что такое толчок. Это черный рынок пластиночный. ЕС всегда стоил от пятидесяти рублей. Это много. При зарплате сто. Средний. Там сто двадцать. ЕС всегда стоил от полтинника. И бывало-то, что и наверх. То есть, очень котировалось среди отечественных меломанов. Это группа. Хотя... Многие не понимали. А многие очень понимали. И ЕС всегда был в топе. Всегда. Дипеопл, Led Zeppelin, King Crimson. ЕС. Это такие. Pink Floyd. Которые я не люблю. Это такие топовые группы. Всегда. Emerson, Leg and Palmer. Это всегда полтинник. То есть, приходишь... Понятно, что чтобы купить такую пластинку... За что деньги? Меньше пятидесяти рублей. Это точно уже не разговор. Genesis. Туда же. А такие лохи, как Хендрикс и Клэптон... Это четвертной... Красная цена. Колобахи. Да. Колобахи. Все изменилось очень быстро. Потому, что время все расставило все-таки на свои места. Табель орангах сформировался правильно. И, конечно, Хендрикс Крим. И прочие Колобахи, так называемые. Которые в те времена были в добивку. Возьму. Они сейчас все-таки котируются так, как надо. Котируются. Но при всем при том, пластинка... Произвела определенный фурор. Хотя не сильный. Ну, вот журналисты написали, что... Да, Led Zeppelin и ЕС. Это круто. Вот. Но... Все-таки было достаточно необычно. Для среднего слушателя массового. Который толпами ходил на что-то другое. На Клиффа Ричарда. Ну, в 69-м уже Клифф Ричард так... Да. Он, конечно... Клифф Ричард он был и оставался. Всегда он как бы в топе. У девочек. И у мальчиков, которые ходили с девочками. Всегда был популярен. Но, тем не менее, не провалилась. Команда. И... Слава Богу. Выступила как надо. Для тех, кто интересуется ранним периодом, я советую эту пластинку. BBC Recording 6970. Двойной альбом. Где играет и, собственно, первый состав. И на некоторых песнях играет уже Стив Хау, гитарист. Который пришел на смену, так сказать, первому музыканту. Наверное, упало. Наверное... От восторга. От восторга, да. Рот раскрыл. Аж выпало из клюва, блин. Рот раскрыл, да. И все повалилось сразу. Да. Наверное, тоже что-то взято, мне кажется, от группы ДХУ здесь. Так вот, здесь, на этой пластинке, играет и Питер Бэнкс на гитаре. И Стив Хау на некоторых песнях. Который пришел на смену Питеру Бэнксу. Но это не сразу случилось. Потому что второй альбом тоже был записан с Бэнксом и с Кэем. А Бэнкс играл на гитаре очень интересно и нетрадиционно. То есть, наверное, немножко отталкивался тоже от манеры игры гитариста группы ДХУ Питера Таунсенда. Который строил игру на аккордах в основном. Не играл чистое соло. Но здесь, правда, чистого соло навалом у Бэнкса. Однако, вот эти аккордовые построения бесконечные. В которых просто начинаешь путаться иногда и за ними трудно уследить. Их очень много. Несмотря на солирующие партии. В IC он там такого джазу дает на гитаре, что просто мама дорогая. А Стив Хао, который пришел ему на смену, один в один снял эту манеру. И так до сих пор и играет. Похоже на Бэнкса. Хотя Хао играл же в группе Tomorrow. Которую я приносил как-то пластинку. Группа выпустила один альбом всего. Но это золотой фонд британской прогрессивной музыки. Группа Tomorrow. Одна пластинка, которая так и называется Tomorrow. Там играет Стив Хао. Играет в точности как Бэнкс. Они играли оба очень-очень похоже. Непонятно. Для меня это всегда было загадкой. Потому, что когда начинаешь слушать Tomorrow с Стива Хао. И первый альбом группы ЕС. Такое ощущение, что играет один и тот же гитарист. Я не знаю, были ли они знакомы. Но как-то настолько похоже. И Стив Хао потом влился совершенно органично в группу ЕС. Стал играть точно так же, как играл в Tomorrow. Точно так же, как играл Бэнкс. Только Хао, наверное, получше. Все-таки потехничнее играл. Вот. И дошли мы до второго альбома. Time and Award. Вот такой. Где на обложке уже Стив Хао присутствует в красной рубашечке. Хотя все сыграл здесь Питер Бэнкс. Все гитарные партии. Но Питер Бэнкс записал пластинку. И ушел из группы. Пришел Стив Хао. Они сделали фотографию. Не было, наверное, другой фотографии с Бэнксом. Может быть. Поэтому на обложку альбома Time and Award поместили этого человека. Здесь Питер Бэнкс сзади присутствует. Состав группы. Здесь Питер Бэнкс. А здесь Стив Хао. Очень интересно. И вот эту пластинку безумно любил Андрей Панов. Он же Свин. И мы с восторгом слушали этот альбом. Просто юные панки из Купщина собирались слушали Yes. Дома у Свина. С большим удовольствием. Здесь тоже кавера. Здесь No opportunity necessary, no experience needed. Первая песня. Которая начинается с симфонического оркестра. С такого, не побоюсь этого слова, запила. У парней уже были деньги нанимать в симфонический оркестр. Да, были деньги. Видимо, деньги были у продюсеров все-таки. Потому, что парни вряд ли заработали еще на симфонический оркестр. Значит, видел потенциал продюсера. Видели уже потенциал в этой команде. Поскольку играли парни на три головы выше среднего уровня того, что было тогда в Англии. И вот эта песня Ричи Хеванса. Ричи Хеванса знаешь такой, да? Такой фолковый дядька, который играет на гитаре. Тоже, по-моему, в строе open rap, open re, наверное, открытое. Что-то, в общем. С таким строем, как семиструнная гитара строится, по-моему, у него. Розенбаумовские, короче говоря. Чтобы не пудрить мозги никому и себе, в первую очередь. Но шестиструнная. Ричи Хеванс на Вудстоке играл. Где он только не играл. Очень популярный господин. Хороший автор. Но сделали симфонию из этой песни. Из фолкового самого Ричи Хеванса. Опять-таки, я повторю. Симфонический оркестр. Как врубается. С первых секунд ставишь иглу на проигрыватель. На пластинку играть. Бум-бум-бум-бум. Вот эта симфония начинается. Что такое? А где рок-н-ролл? Рок-н-ролл вот. И понеслось. Every Days. Песню, которую они записали раньше. Гораздо. Когда они делали первый альбом. Она бонусом здесь есть на первом альбоме. Это песня Стивена Стиллса. Которая вышла на пластинке группы Buffalo Springfield. Buffalo Springfield. Это команда, в которой играл Steppin' Stills до Crossby Stills Nash Young. У Buffalo Springfield три альбома. Есть на втором, по-моему, если я не ошибаюсь. Это песня Every Days. Андерсон очень любил вот эти фолковые дела. Стиллса. Кроби Стиллс Nash Young. Buffalo Springfield. И вот эта песня Every Days вошла на второй альбом. Хотя записана раньше была. Sweet Dreams. Опять-таки с оркестром. Такая штука солнечная, сверкающая, андерсоновская. И что тут с коверами еще? Коверов больше нет. Только... А, ну вот два. Речи Heavens и Steppin' Stills. Любимейшая... Ну, Time and World. Полотно, закрывающее пластинку. Очень мощная. А моя любимая Astral Traveler. Со второй стороны. Песня. Психоделическая. С вибрато... Вот не эта вибрато, а электронная вибрато на голосе. И такой космос начинается. Опять-таки убирают всех Pink Floyd далеко-далеко-далеко. Ненавистных. Возможно, наталкивают на мысли их. Да. Очень мощная пластинка. Конечно. Одна из моих любимых UES. Наверное. Вот эта. Ну, и пришел Стив Хау. Так. И Стив Хау начал сразу зарубать. На третьем альбоме. Даже включена композиция под названием Clap. Которая записана на концерте. Помнишь этот альбом? Не слышал? Не слышал. Не слышал. Ну, большинство песен, которые здесь опубликованы, на этой пластинке. Они играются на концертах до сих пор. Когда YES. Собираются. Они до сих пор фигачат вот эти вот... Yours is no disgrace. Starship Trooper. I've seen all good people. Это песни, которые до сих пор играются на концертах. Такие хиты из хитов. Хотя хиты... Yours is no disgrace. Например, 9 с половиной минут. Starship Trooper. 9 с половиной минут. Как положено. Нормальная песня такая и должна быть. I've seen all good people. 7 минут. Все нормально. Хит. Хит на 9 с половиной минут. Тем не менее. А клэп это... Хао играет на акустической гитаре. И играет он 3 минуты. Что достаточно долго для акустической пьесы. Но играет настолько круто. Настолько развязно при этом. Хао. Он интересный очень в этом смысле человек. Я мечтаю услышать и увидеть ролик. Не буду рекламировать. Но мне очень нравится. Один гитарный преподаватель средних лет рассказывает про именитых музыкантов. Умеет ли этот играть на гитаре. Умеет ли тот играть на гитаре. Умеет ли этот играть на гитаре. Выясняется, что никто практически не умеет играть на гитаре. Но слушаю я его с большим интересом. Мне очень нравится. На самом деле. Потому, что он говорит очень много правильных вещей. О которых мы даже не подозревали раньше. И это можно понять только посмотрев эти ролики. Я не рекламирую. Я не знаю, можно рекламировать. Мы же не первый канал. Говори про что хочешь. Вот. Фред гитарист его зовут. Ну, такой вещь. Фред гитарист. Я читал разоблачение, что он сам играть не умеет. Да. На самом деле. Умеет. Очень интересно. Говорит. Вещи иногда. Выясняется. И с какой-то стороны он прав. Потому, что если говорить о рок-музыке. О рок-группах. И слушать вот эти споры. Ричи Блэкмор. Гитарист номер один. Джимми Пейдж. Гитарист номер один в мире. И круче никто не играет. И все. Это на самом деле полная ерунда. Потому, что... Я уже говорил много раз. Послушайте джазовых гитаристов. Хороших. Немножко охренеете. Немножко. Да. Немножко уровень. Он вообще другой. Сравнивать вообще не стоит. И когда слушаешь рок-музыку... В принципе, приятно слушать. Когда человек технично играет на гитаре. Высокотехнично. Но не надо впадать в крайности. И требовать академизма какого-то. Нечеловеческого. Нечеловеческого академизма. Абсолютной... Уже обсуждали. Абсолютной правильности. Гражданина Пейджа. Который... Тут мимо. И здесь мимо. Вы думаете, он играть не умеет? Умеет. Мне так кажется. А я считаю нужным, чтобы было вот так. С баркой. Не попал. Да и хер с ним. Зато мысль какая. Там даже дело не в том, что не попал. Грязновато. Ну, вообще, в принципе, правильная игра. То, что называется правильная игра. Не надо требовать этой правильной игры. Не надо требовать лажи. Безусловно. Вообще человек не может играть. Но это про другое. Это создание общей звуковой картины. Такой, которая воздействует на тебя определенным образом. Вызывает определенные эмоции. А разбирать это, пожалуйста, в филармонию. Идите в филармонию. И уже там... Безупресность. Задрачивание бесконечное. Вы не гаммы разбираете. Да. Поэтому, когда Фред Гитарист говорит, что этот гитарист плохой... Я готов... Да. Я слышу. Тем более, когда он объясняет. Он преподаватель гитарный. Он объясняет. Плохо. Видите. Лажа. Все фальшиво. Зажеван. Хлеб жует. Дикие звери воют. Соглашусь. Пускай. Пускай. Но, когда картинка вот эта создается. Вот это. Вот это вот. Я ее воспринимаю в целом. В целом. Вот она вызывает у меня какое-то ощущение. И все. А вот это все... Я говорю, это в консерваторию. Туда идти. И соглашусь. Да. Вот мне бы очень интересно было про Стива Хауньева послушать. Нету. Не нашел. Нет. Не знаю. Не нашел. Я еще... Про Роберта Фриппа нашел. Очень смешно. Криворуковато. Очень смешно. Я еще смотрел такого... Ну, у меня там форум есть. На форум там народ. Многие играть умеют. И тащат всякое интересное. Еще такого американского Рик Беата. Некий. Мы с тобой вспоминали, не вспоминали. Я уж не помню. Очень интересно рассказать. Сам там это. А здесь вот так. А тут вот так. Обратите внимание. Тут обратите внимание. Там крайне познавательно. Вообще. Особенно про барабаны. Про... Где это? Очень смешно. Никаких лестниц. Ничего там. Не выдумывайте всякую. Посмотри. Хорошая. Да. Посмотрю. Ну, в общем, я так считаю, что добрее надо быть в отношении прослушивания рок-музыки. А не как Юрий Лоза. Никак. Поскольку я играю чуть хуже, чем Кит Ричардс. Я встаю в обойму достойных... Я, наверное, не достоин даже обсуждения со стороны Юрия Лозы. Потому, что я еще хуже, чем Кит Ричардс играю на гитаре. Но... Да. Очень хочется услышать от Фреда гитариста про Стива Хау. Я мечтаю просто. Мечтаю. Опять-таки с уважением отношусь к Фреду гитаристу. И с удовольствием смотрю его ролики. Я так вообще... Я так не умею. Например. И мне всегда интересно слушать людей, которые умеют лучше, чем я. Не важно. Гений он не гений. Лучше, чем я. Я это. И это есть противоположный эффект. Я тексты писать умею. И некоторым образом еще кино переводить умею. Кто хуже меня, я их вообще за специалистов воспринять не могу. Говорят, МГУ закончил. И специальную школу. Как это у тебя получилось? Я отказываюсь. Ты там жил еще где-нибудь в США. Не знаю, лет восемь среди носителей языка. Я вообще не жил никогда. И не общался. С двумя иностранцами в жизни общался. Как это у тебя так получается? Вот такое. Тут я как Фред гитарист выступаю. И правильно. Но если лучше, слушай внимательно. Но началось все по-настоящему. Еще дозанудствую до конца. Вот я всю жизнь пролетарием работал. Вокруг меня были одни дегенераты и алкоголики. Безо всяких скидок. Безо всяких натуральных дегенератов. Алкаши. И всякое такое. Но они все умели делать. Все, что надо было делать. Они все умели делать лучше меня. Мне казалось странным, что я песни группы наизусть знаю. А тут какое-то мурло непонятное. Но рога быстро обламываются. Или учись. Дурак, не дурак. Уметь лучше тебя. Учись. Засунь в известное место. Язык. И все свои тупорылые мысли. Наберешься опыту. Потом рот открывай. А лучше и тогда не открывай. Только учись. Извините. Да. Так вот. Да. О Юрии Лозе. Да. Кстати. Да. Я помню, как он говорил, что ужасно записаны все альбомы 70-х. И невозможно их слушать. Вынесем за скобки то, что я по этому поводу думаю. Не. Тоже местами не поспоришь. Потому, что я добрый человек. Действительно. Вот мы с тобой обсуждали. Переделали ин-рок Дипурпловый. Но совершенно по-другому звучит. Совершенно другая музыка. Нет. Ин-рок Дипурпловый это не показатель. Это действительно странно записан альбом. Но все, что касается всего остального. Дай бог сейчас так записывать, как записывали тогда. Что бы ни говорил Великий. Не буду спорить. С московским артистом. Больших и малых. Давайте вернемся. Вернемся к группе ЕС. Фреджайл. 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 Хрупкость. Хрупкий. Это я знаю. На ящиках картонных читаю. Это именно оно. В которых телевизоры... Бой стекла. Да. Бой стекла. Это, можно сказать, начало классического звука ЕС. Нащупали. Фреджайл. Потому, что пришел Рик Вейкман. Со своими синтезаторами предыдущий мастер-клавиш ушел. Потому, что любил классический звук Хамонда. Классические старинные инструменты. А появился Вейкман с мугами. С разными модными. Только что изобретенными клавишными инструментами. И убрал сразу вот эту всю старинную историю. Звуковую картинку. Изменил радикально совершенно. Вейкман. И, мне кажется, этот самый Фреджайл. Это первый шаг сильнейший к сторону именно ЕСовского классического звука. который продержался до 1978 года. Наверное. Вот так вот. Потом опять изменился немножко. А это такой вот золотой фонд. Потому, что эта пластинка это сразу топ. Сразу. Все сразу. Любовь. Народная масса. И очень советую. Тут все хорошо вообще. Тут нет никаких проколов. Мастера. Мастера, в смысле. Мастера не мудрствуют. Да. Тут просто они показали, конечно, практически все, на что способны. Констант Брамс. Вейкман. Выдал здесь из Брамса. Четвертая симфония. Ми минор. Третий эпизод. We have heaven. Андерсон запел. Куда-то в такие высоты уже залез. Которые человеку недоступны. Люди так петь не могут. Просто roundabout. Первая вещь длинная. И классическая. Которая тоже в концертный репертуар много лет. На много лет вошла. Long distance. Тоже туда же в концерты. The Fish. Произведение Сквайра. Басиста. Тоже потом многократно. То есть, это все. Эта вся пластинка пошла в концерты. Hut of the Sunrise. Последняя вещь. Все просто супер. Все просто классика того, что называется арт. Рок. Просто отправная точка английского арт-рока. Который сформировался. Потому, что до этой пластинки всякие прогрессивные группы играли сложную музыку. А она была не сформировавшаяся. Какое-то нащупывание. А здесь как удар такой был. Бац. Вот этот самый фрейджел. Как вылетел. И все. Вот эта музыка появилась. И следующий альбом. Я уже продолжением даже не могу назвать. Потому, что совершенно самодостаточная вещь. Тот же самый состав. Тот же самый Билл Бруфорд еще здесь присутствует. Вейкман развернулся вовсю. Это самая известная, наверное, вещь. Close to the age. Три песни на пластинке. Как и положено. Прогрессивной группе. Одна занимает первую сторону пластинки. И две занимают вторую сторону. Ты так смотришь? Кого-то не видел никогда и не слышал. Я-то не видел. Я же тебе говорю. У меня с ними пробел. Это же все от окружения зависит. Кто вокруг тебя что слушал, то и ты служил. Как ты понимаешь? Три песни. Ну, это ничего. Три песни, но какие зато. Сама Close to the age песня, она, как и положено, из нескольких частей. И всю ее можно напевать. Всю ее можно легко запомнить. Напевать. В голове прокручивать. Восторгаться. Солирующие куски. И клавиши, и гитара, и ударные. Невероятный вокал Андерсона. В конце, особенно финал, когда распевается вот это. Close to the age. Опять это куда-то улет в космос. Уже высота голоса невероятная. Вот. Фред-гитарист у нас есть по гитаре специалист. А вот я мечтаю такие же ролики по вокалу. У кого-нибудь услышать. Увидеть. И услышать критику на Иона Андерсона. Как он неправильно и плохо, отвратительно поет. И так петь нельзя вообще. Нормальный человек так не поет. И это вообще... За душу берет. И это главное. Очень может быть. Потому, что в вокале я тоже ничего не понимаю. Так же, как и в гитарной игре. На самом деле. Нет. Правильно. Я не понимаю. Потому, что когда я вижу ролики Фреда, гитариста, я понимаю, что я ничего не знаю. Я смотрю на него и учусь чему-то там. Как масса... Я как-то принялся про Blackmore читать от специалистов. Где там... Как они называются? Эти железные полосочки на грифе. Как там? На какую глубину между ними протачивать что-то надо? А, лады в смысле. Как? Железные полосочки. Я не знаю. Нажимают-то между железными полосочками. А, между железными полосочками. Там какие-то ямки, не ямки. От этого техника игры меняется. Темный лес. Вообще я ничего не понимаю. Это для таких уже продвинутых граждан, что смысла нет что-то обсуждать. Я там. Не в теме. Абсолютно. Ну, нарассказывают. Ну, и что? Ну, нарассказывают. Меня музыки-то учили. Тоже. Ну, я понимаю, конечно, как оперные певцы поют. Как там аппарат, дыхание туда-сюда. Я понимаю, конечно, что те, кто так не обучен. Они, по сути, и не поют, а интонируют. А тем не менее... Ну, да. Если правильно интонируют и задушевнее гораздо получается. У вас безумная техника. Только слушать неинтересно. Если ты в оперу не врубаешься, то чего? Обычные песни можешь не петь. А люди-то обычные песни. Чтобы за душу трогать. Людям надо, чтобы за душу трогать. Совершенно правильно. А здесь берет так, что... Я не знаю. Меня как взяло вот это вот Клоссу Дэйч, так и держу до сих пор. Потому, что вроде, кажется, уже слушал тысячу раз эту пластинку. И все про нее знаешь. И все понятно. А когда доходит до финала, вот эта первая вещь Клоссу Дэйч, просто опять куда-то так... Как так можно петь вообще? Правильно, неправильно? Кудесники. Кудесники, да. После чего очень рекомендую пластиночку. Тройную. Как положено. Хорошей группе. Настоящей. Она полистает. Хваток позволения. Ага. Это концертный тройник, который вышел после Клосса Дэйч с прекрасными картинами Роджера Дина. Изумительными. Ну, в общем, концертные фотки. Да. И здесь по полной, собственно, материал из предыдущих раз, два, три, трех альбомов. Ага. Пластинка тройная, поскольку произведения все длинные. Достаточно. Close To The Age опять-таки на всю сторону. И все остальные Starship Trooper. Yes Is No Disgrace. Mood For A Day. And You And I. Siberian Cutthru. Настоящий номерной альбом. Хотя у Yes концертных пластинок очень много. Очень много. И они выходят с пугающей регулярностью сейчас. Потому, что издаются те вещи, которые были записаны, но ранее не издавались. Ни на виниле, ни на компактах, нигде. И они пугают меня. Потому, что я прихожу в магазин и вижу еще раз два новых концертника Yes появилось. Вдруг откуда не возьмись. Денег не напасешься на них. Но появляется и появляется. Однако вот эта пластинка, это номерной альбом их, который входит во все дискографии. Тройной концерт. Такой специально сделанный под запись. Все сыграно. И они удивительным образом на концерте давали практически такой же звук, как в студии. Хотя в студии достаточно много наложений. Достаточно много обработок студийных. Но на концерте они создавали картину абсолютно идентичную тому, что на студийных пластинках мы слышим. Как это получалось у них, я могу сказать, очень просто получалось. Просто очень хорошо играют люди. Очень правильные аранжировки. Очень хорошо все сыграно. Никто ничего не боится. Все играют так же, как в студии. Так же круто. И картинка абсолютно такая же. Ну, тут смотри. У них на каждом альбоме перечислены все, кто там светом светил, звуком рулил. Видимо, тоже не последние люди. Раз с таким уважением. Не последние люди. Потому, что концерты это свой собственный мир у группы ЕС. И на концертах, конечно, там и световое шоу, и декорации. Все как положено. Приходишь, погружаешься туда. Я не ходил в те годы. Не знаю. Но могу по картинкам домыслить, что там творилось. Конечно, шоу такое космического масштаба. Для любителей игры Half-Life может кое-что напоминать. Откуда черпали вдохновение известные создатели. Так-так. Ну, это все, во-первых, стоит денег. Во-вторых, трудозатраты серьезные. А в-третьих, еще и конфликты пошли в группе. Потому, что сформировался блок Андерсон Сквайер и Стив Хау. Главные творцы. А Вейкман и Бруфорд, они как-то оказались на подхвате. Несмотря на то, что Вейкман... Если не половина звука есть, то четверть точно. Да. Я неправильно считаю. Потому, что Бруфорда тоже нельзя сбрасывать со счетов. Он там выдавал космические... Ну, вместе половину, скажем так, представляли. Вместе половину составляли. Да. А вторая половина, это уже названные Хау Андерсон и Сквайер. Которые главные творцы. Основатели, собственно, группы. Хау примкнувший. И примкнувший к ним Шелепин. Да. Решили, что двигаются куда-то. Решили, что они главнее. Да. А вы, ребята, играйте то, что мы вам скажем. Это вызвало недовольство определенное. И Билл Бруфорд ушел из коллектива. И пришел в коллектив Кинг Кримсон. Где прекрасно развернулся. Замечательно себя проявил. Однако, в какой-то момент времени Роберт Фрипп высказал свое недовольство Биллом Бруфордом. По непонятной совершенно причине. Я не знаю. Что-то личное. Немузыкальное. Взгляды Фриппа на музыку для меня являются загадкой. Как и для всех, я думаю, людей. И Фрипп тоже был им недоволен. Хотя Бруфорд очень много и долго достаточно там играл. Но потом тоже ушел. Потому, что как-то что-то невыносимо. В этой атмосфере. В этой атмосфере. Но, тем не менее, где-то Теллсрум в топографии Коушин у нас... Притаился. Где-то было. Ты его видел или нет? Или я его вообще не взял. Может, не взял. Я его не взял. А я его не взял. Вот это... Это знак свыше. Но мы обложку приклеим с буквы. Это знак свыше. Да. Вышел этот грандиозный альбом. Двойной. Теллсрум топографик Коушин. Коушинс. Который очень многим нравится. Я повторюсь. Мы в начале программы об этом говорили. Да. Я его не смог ни разу в жизни дослушать до конца. Вот мне 61 год. Сейчас я обожаю группу ЕС. Возьми себя в руки уже. Надо дослушать. Ну, вот я поеду на дачу. В машину поставлю компакт-диск. И буду его дожимать. Потому, что для меня это невыносимо. Я обожаю эту группу. Я большинство альбомов знаю наизусть. Просто. За исключением одного. Теллсом топографик Коушинс. Ну, вот у нас он самый популярный был. И как-то практически им ограничивались. Но почему-то затем следили за Риком Вейкманом. Рик Вейкман был хороший. Да. Рик Вейкман ушел. Зря они с ним так. Он ушел после записи этого альбома. Сказав, что это невыносимо. Душно мне. Душно мне. Дышать нечем. Вот это вот. Вот это. Где же музыка-то здесь? Понятно, что самовыражение Андерсона. Его тексты. Его погружение во что-то там. Непонятное во что. Но музыка-то где? Что? Хотя говорят, там музыки много. Музыки много. Там все играют долго, громко и много. Все, что я могу сказать про этот альбом. Очень долго, очень громко и очень много всего. Но таких вот каких-то вещей, как Lost 2DH, как Starship Trooper тот же. Как второй альбом. Там близко даже этого ничего нет. Там какая-то такая медитация сплошная. Придумал все Андерсон. Как главный. Он вообще стал главным в группе ЕС. И все, что не напишет, все бесподобно. Всем затиранило. Да. Все. Сквайр тут же рядом с ним. Стив Хау. Там тоже все хорошо. Люблю играть на гитаре. Понимаешь? Можно играть. А Вейкман... А Брамс где мой? А где мой? Где мой? Вот это все. Вот моя классика. Мое образование. Мой опыт, в конце концов, игры. Потому что Вейкман играл до этого с титанами. Такими как Дэвид Боуи, например. Там на Ханки Доре. Плэна пластинки сыграно. И восхищается до сих пор. В общем, этой работой с Боуи. Говорит, что это потрясающе было. Все. Играл в группе Строупс. Играл с Луридом на альбоме. Если мне память не изменяет Берлин. Кажется. Вот. И у него опыт был работы с великими артистами. А тут Андерсон. Ну, поет. Да здорово. Хорошо. Красиво. Ну, че же. А я? Ну, я ладно. Но еще вот это занудство играть бесконечное. Вот это вот по графическим океанам. Вот это вот. Это невыносимо. Я же артист. Ушел. Ну, до этого они уже занимались сольными проектами все. Вейкман там развернулся от души уже. В сольных своих путешествиях. К центру земли. К центру земли. И не к центру земли. И вот эти вот его король Артур. Прекрасный. Был им записан. После чего Уейкман обанкротился. Потому, что король Артур потребовал таких вложений колоссальных. Мало того, что на записи. Все эти хоры. Все эти его там штуки. Это все очень дорого стоит. А потом, когда начались концертные представления короля Артура. Никто не пошел? Нет. Пошел. Все пошел. Но это так стоило дорого. Все эти вот вживую исполненные партии. Что вместо того, чтобы заработать на короля Артуре, он практически все свои деньги на него и потратил. И все. И карьера встала под угрозу. Нависла угроза. Угроза нищеты. Я играл в группе ЕС. Я играл с тем всем. Я создал в конце концов короля Артура. И вот я здесь. И что? И что? А творческая натура-то зудит. Надо дальше работать. Надо что-то делать дальше. Дальше стал записываться вот этот альбом. Который мне нравится больше всего у Лейкмана. Отличный. Вот этот вот. Это у меня был. Да. Многие могут не врубиться, что это такое. Ужасное такое. Неземная связь. А это надо свернуть в трубочку. И никуда не засовывать. А поставить вот так. И тогда будет прекрасно видно. И тогда мы увидим лицо Вейкмана. Да. На самом деле. Ну, как-то ее так вот. Это одному нужно делать. Это вдвоем сложно. Да. Вот так вот поставить. Лицо Вейкмана здесь будет не размытое, не растянутое, а правильное. Известнейшая тема про Вейк. 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 Look at the sun. Красота. Да. У меня есть. И сейчас. Очень хороший. Чудесный состав у него здесь. Очень хороший вокалист. Хорошие все. Вейкман играет на... Даже не буду перечислять, на каком количестве инструментов он здесь играет. Просто на всем. Да. Да. А Андерсон параллельно... Тут в уголке нарисовано. Да. Инструкция. Заклеить скотчем. Поставить. Сидеть. И смотреть. И смотреть. Сидеть. Сидеть и смотреть на него. О. Богато. Да. Это, конечно, очень хорошая пластинка. На мой взгляд. Начало у нее, наверное, одно из самых лучших. Вообще, если говорить вообще о рукопластинках. Самое лучшее начало. Потому что очень просто и гениально использован синтезатор под нажатием мук. Когда набирается аккорд из 90 примерно нот. Такое последовательным нажатием клавиш. И звучит это так, как не звучало нигде, ничто и никогда. И вряд ли будет звучать. Потому что кто еще решится это повторить? Что ты показываешь? Это он над Стоунхенджем скачет. Это он летит над Стоунхенджем. А это не помню, как называется. Но тоже там же. Ну, это тоже какие-то космические воежи. Ну, песен здесь тоже, прямо скажем, немного. Их ровно три. Но они так разбиты на части, как будто их много. И от этого не скучно слушать этот альбом. Requakeman and the English Rock Ensemble. Называется коллектив. Английская рок-группа. Английский рок-ансембль. И пластинка не пользовалась популярностью. Почему-то это вообще, если говорить о коммерческом успехе. Его не было совсем. Хотя очень хороший альбом. Потом он стал продаваться. И сейчас он продается хорошо. Его переиздают. Как ты видишь. Потому, что это переиздание у меня. Да. Но тяжелые наступили времена для Рика Вейкмана. А ЕС... Из-за денег? Из-за денег, да. А ЕС в это время пригласили швейцарского клавишника Патрика Мараза. Или Маратца. Мараза. Я привык его называть Мараз. И записал я пластинку, с которой началось мое знакомство с группой ЕС. Вот это вот. Релеер. Я впервые ее услышал, будучи школьником. И она по музыке является самой сложной из всего, что записали. Ты слышал ее? Релеер. Угу. Это самая сложная их запись. Музыкально, технически, как угодно, можно сказать. Адские соло Стива Хау. Невероятная игра на гитаре. Вот интересно мне услышать критику на Стива Хау. Фред. Соберись. Фред. Разбери. Личная просьба есть. Личная просьба про Стива Хау услышать. Обязательно просто. Я с большим интересом посмотрю, послушаю. И очень интересно услышать это будет. Ну, какие-то адские соло просто. При этом сыграно все, как часто у него бывает, очень очень небрежно. И это слышно. Сначала, когда я был школьником, не помню, в восьмом классе, в девятом каком-то, мне казалось, что это безумно круто. Все филигранно. Ничего там не филигранно. Там не скажу, что криво-косо, но небрежно. Вот эта небрежность, она слышна. И она как-то вот, не знаю, как будто рядом с тобой сидит парень и играет на гитаре просто в квартире. Не на сцене, не в студии. А вот небрежность проскакивает. И на клэп, на пьесе, которая входит в третий альбом. Но там концертная версия. Там веселая концертная версия. Вот эта небрежность. Но на клэп эта небрежность идет громко. Он играет аккордами. Играет какие-то такие банжевые проходы на гитаре, имитируя банжо. Переходит в классические какие-то такие кусочки. И неожиданно такое в конце такая раз лирическая сброс громкости на гитаре. Такой раз. И видно, что человек все понимает. Вот он дал такого оттяга небрежного. А потом точнейший аккорд. Об этом, кстати, Фред говорит очень много. Что труднее всего играть медленные ноты. Не вот эти вот. Вот это можно зайца научить делать. А точно играть медленные ноты. Точно, чисто. Вот это очень сложная вещь. Как раз это говорит о гитаризме настоящем. Когда человек понимает, как он извлекает ноты. И в конце вот на клэп, на третьем альбоме, Халл сбрасывает динамику. И раз. У него такой аккорд. И понимаешь, вот это мастерство уже пришло. А здесь такая задача у него стояла, видимо. Потому, что фактура песен. Самый музыкальный материал. Там имитация вообще битвы. Я не буду говорить там слово орки. Но битва таких сказочных существ. Звон мечей, топот копыт, дыхание коней боевых. Там какие-то крики вдали. Все это под валом совершенно музыки. Спонтанной игрой всей группы. И какие-то возникают паузы. Где начинается соло на полной тишине. Там Стива Хау на гитаре. И вот эта небрежность, она как бы продолжает вот эту битву. Ощущение вот этой... Человек не может посреди всей этой битвы сесть на табурет. Значит, взять гитару. Правильно ее поставить на колено. И ни с того ни с сего вдруг начать рулады. Вот эти вот исполнять в бафраке. В смокинге, в бафраке. Он так и играет дальше. Продолжает вот это соло. И очень кайфово это слушается. И я повторюсь, что очень сложная музыка. За мелодией поди, уследи. Но воспринимается удивительно легко. Советский школьник из Купщина это проглотил просто на раз. Вот так вот. И потом... Ты слышал релеер? Пьес. Вот это да. Вот это да. Это женское. Я уже не говорю про барабанщика, который здесь присутствует в лице Алана Уайта. Если я не ошибаюсь, пришел уже сюда Алана Уайт. Пришел, конечно, Алана Уайт. Да-да. То есть, когда так много и быстро говоришь, иногда забываешь, о чем ты начал говорить. Пришел Алана Уайт, который играл с Джоном Ленноном, если ты помнишь. Угу. И, казалось бы, барабанщик Джона Леннона, что он будет делать в ЕС? При всей моей любви к Джону Леннону, это совсем другая музыка. Когда он тут руки вниз. В зеркале руки вверх. Вот придумают же, да? Как они ухитряются такой... Лишь бы продать. Лишь бы втюхать. Только бабки нужны. Отличный. Отличный. Лишь бы продать... Мы дальше его коснемся? Наивным покупателем. Как у него все сложилось-то дальше? У него сложилось все. Нормально? Хорошо, да. Поклемался. Пришел в себя. Лишь бы втюхать наивным меломанам. Лохам, которые ничего не понимают. Вот накрутили фольги. Понимаешь? Лишний доллар. Все время что-то выдумывали. Интересно всегда было. Каждая обложка произведения искусства. А в Советском Союзе... 70 центов в Индополос. Капиталисты. Все это выглядело вообще. От вам башки. Как было круто. Так-так. Вот. Рилейер. Да. Переключатель. Он же. Да. Но Патрик Марас столкнулся так же, как и все предыдущие артисты. С диктатом... С жестокой волей. Андерсона с безумным Стивом Хау, которому хлебом не кормят. Дай только поиграть. Вообще пофиг. Все. Не мешайте. Да. Не мешайте. Уйди. Что тебе надо, Марас? Сиди и играй. Тебе дали ноты. Сиди и играй. И тоже его выжили, да? И ушел Марас. Да. Ушел в группу The Moody Blues. Андерсон чисто кукушонок. Всех выприхивает. Да. Ушел в группу Moody Blues. Записали они прекрасный альбом сразу же. Под названием Long Distance Voyager. Moody Blues. Я его принесу как-нибудь. Покажу. Шикарная пластинка. Вообще. Послушай. Не слушал? Нет. Long Distance Voyager. Moody Blues. Супер. Марас там играет. И дальше стал с ними играть с Moody Blues. Плюнул на этого Андерсона. Невменяемого. Ушел в нормальный английский бэнд. Спокойный. Хороший. Тот же самый прогрессивный рок. Только с большим уклоном в поп-музыку. Вышла такая вот пластинка. Yesterdays. В 1975 году она вышла. Это как бы сборник. Но не совсем. Потому что есть несколько песен здесь. Которые не издавались раньше. В частности, песня Америка. И еще там несколько. Как все впечатляло. Хороший. Сейчас, наверное, такое уже нельзя. Здесь девчонка с сиськами. Тут мальчишки с писками. Ну, все это. Все, конечно. Неполиткорректно. Ни одного трансгендера не изображено. Были люди как люди. Что случилось? Хороший. Вот. Андерсон параллельно занимался божественными песнопениями с господином Вангелесом покойным. Я не помню сколько. То ли два, то ли три альбома у них вышло. Ничего себе. С Вангелесом. И там уже совсем два ангела в белых одеждах. Вангелес. Рядом парит Андерсон в белом балахоне. И вот это вот ангельские песни. Они вдвоем с синтезаторами. Ну, красиво же. Красиво, да. И вот они музицируют. А тут приходит Вейкман в рваных джинсах. Небритый, нечесанный. Говорит, Андерсон, дай денег. Все кончилось у меня. Прости, брат. Андерсон в белых одеждах на него смотрит. Брат, ты понял свою ошибку, брат. Приходи завтра в пять часов на репетицию. Мы подумаем. И Вейкман в рваных джинсах. Побрел, блин. Побрел в паб, махнул пинту-другую пиво. И абсолютно безнадежно совершенно в пять часов на следующий день приходит на репетицию. Андерсон ему говорит. Ты, брат, пришел. Хорошо. Мы выгнали нахуй этого мудака. Мараза. Мараза. Присоединяйся к нам снова. Вейкман воспрял. Воспрял Вейкман. Очухался. Похмелился. И родился вот такой альбом. Знаешь его? Не знаешь. Going for the one. Да. Чудесный просто. Какое-то новое... Не новое, а второе дыхание группы Yes. Это я, по-моему, в десятом классе доучил. Абсолютно с тем же звуком, но совершенно с другой подачей. Уже более роковой. И вот эта роковость не задавила все красоты, все нюансы, все вот эти тонкие моменты. И в голосе, и в гитарах, и в клавишах, и где угодно. То есть, какой-то такой... Реюнионом это трудно назвать. Потому что тут вопрос только в отсутствии Вейкмана был. Но какой-то был определенный перерыв в работе все-таки. И такая свежесть здесь. Такой кайф. Отличный. Начинается все практически с кусочка из Чака Берри в гитаре. Ну, так завуалировано достаточно. И потом раздражается вот этим Есовским. Просто в хорошем смысле пафосом. Такая настоящая музыка. Просто не хуже, чем Клосту Дэй Эйч. Пластинка. Совсем. Может быть, и лучше. На мой взгляд, лучше. На мой взгляд, она интереснее. Она разнообразнее. Она как-то поэнергичнее. Сделана очень красивая. Да. Очень красивая штука. Молодцы, что взяли его обратно. Молодцы. Потому что, ну что. Такой парень хороший. Такой Ес без Вейкмана. У Стива Хау хорошие сольники. Вот этот первый его сольник. Под названием Beginnings. По-моему, 1975 год, если я не ошибаюсь. Ну, этот период, когда у них такой был не то чтобы отпуск, но легкий перерывчик. Опять-таки, с деньгами было не очень хорошо. После вот этих всех грандиозных гастролей с кучей света, с кучей декораций. Со всеми делами. Здесь его старые товарищи из Ес играют. И Алан Уайт, и Билл Бруфорд. И Марас, кстати, там присутствует. Тоже. Очень странная пластинка. Совершенно вот. Она вообще не Есовский звук. Не Есовский подход. Совсем другой у Хау. У него очень сухое звучание. Очень большой акцент, естественно, на гитарах. На банджо. На всяких струнных других инструментах. Но все-таки сам собрался поиграть. И сам он здесь поет. С таким достаточно слабым, сухим своим голосом. Но поет очень точно. Очень здорово. Очень профессионально. Как это у нас говорили. Голос у вас небольшой, но достаточно противный. Вот. И еще один его сольник. У него их много достаточно. Просто те, которые у меня есть, которые мне нравятся. Бомбил из всех сил. Да. Тут утонул. Ну, это такая красивая классическая рок-музыка. Это на чем я играю. Это гитарки. Гитарки и другие струнные, на которых он здесь играет. Мандолины. Оу. Ну, такой практически инструментальный альбом. Просто для приятного прослушивания, скажем так. Фендер телекастер. Прослушивание действительно приятное. Ничего тут не скажешь. Ох, как хочется мне критику услышать на хао. Прямо так интересно. Так интересно стало. Фред, не теряйся. Да. Это не ирония. Это я совершенно серьезный. Ну, я не все пластинки группы ЕС принес. У меня их много дома. Собственно, все собраны. Принес те, на которых заканчивается классический так называемый ЕС. Заканчивается он на тормато, который звучит так же, как раньше. Только еще более скупо, еще более сжато, еще более в сторону рока. Но, в принципе, все осталось все на тех же местах. Мне очень нравятся. Песни короткие, запоминающиеся и не менее сложные, чем те, что были записаны прежде. Но почему-то люди сказали, что нет, это не то. Это какая-то попса. Да. Продались. Продались. Спасибо не говорят панк-року. Потому, что это, помню, 78-й год, если меня помню. Да. Уже когда поперло. Продались новой волне. Продались. Никакой новой волны там близко нет. Ничего там нет. Там все тот же ЕС. Просто фотография в темных очках и в кожаных куртках. Все. Все. Значит, белые одежды ушли. Все пропало. Да. И все пропало. Вот что говорит о восприятии публики. Вот группа переоделась из белых одежд в кожаные куртки. Даже слушать не будем. Фактически Black Sabbath. Даже слушать не будем. Все. Это уже не ЕС. Тем более еще и обложка какая-то с битым помидором. Да. Продались. Все. Пошли на поводу панк-рока. Все. Вот те... Отрезанный ломоть. Отрезанный ломоть. Все. До свидания. До свидос. Будем слушать Клоста. Я ищу. Все. А это нам не надо. Но парни-то не сдались. Продолжали. Парни не сдались. Хотя все поуходили опять из группы. А пришли наоборот. Джеффри Даунс и Тревор Хоурн. Вместо Вейкмана и Андерсона. Остались Стив Хоу, Крис Сквайр и Алан Уайт. И вышла пластинка драма. Которую безумно любят в нашей стране все. Ее безумно любят. Я читаю интернет. И люди пишут, что мой любимый альбом ЕС – это драма. Почему? На мой взгляд, это вообще самый слабый. Чем объясняешь? Необъяснимо. Самый слабый, значит, самый доходчивый. Он самый доходчивый. Сложно. Не врубаетесь. Он самый доходчивый. Он абсолютно попсовый. В хорошем смысле этого слова. Остались якобы все сложности группы ЕС. Якобы они остались. Но все это сжато. Все это приближено вообще к аккомпанементу. Вместо полноценного звучания оркестра, где каждый инструмент является не то чтобы солирующим, но таким же главным, как любой другой инструмент. Здесь все приближено к аккомпанементу. И дается материал. Вот песня. Вот она песня. Вот вокалист поет. Все слышит. Все понятно. Мелодия. Куплет-припев. Все. Хотя длинно все. Все как бы длинно. Как бы прогрессив. Но все такое вот легко послушать, легко забыть. А можно и не забыть. А можно и забыть. Ничего не изменится. Безумно любят эту пластинку. Вот не знаю почему. От меня тоже ускользнуло. И славу. И ничего страшного. И ничего страшного. А что касается концертников. Я уже говорил. Их миллион просто. Мне, кстати, очень нравится поздний Yes в классическом своем составе. Одна из пластинок, которую я безумно люблю. Она есть на видео. Вот этот концерт. Концерт. Life from House of Blues. Называется. House of Yes. House of Blues. Здесь играет классный парень вместо Рика Вейкмана. Игорь Хорошев. Наш соотечественник. Прокрался. Член группы. Он здесь. Он здесь не просто клавишник какой-то. Он член группы. Игорь Хорошев. Тройник тоже. Он есть на видео. Очень советую его посмотреть. Игорь Хорошев играет один в один все партии Вейкмана. Все снято просто идеально. Песни все известные. В общем-то. Ну, Хорошев дал там просто. Хорошев, кстати, в белых одеждах тоже на сцене. Что меня сразило. Все как положено. Да. Все как положено. Замечательный парень, который чудом попал въезд. Я про это рассказывал, по-моему, эту историю. Расскажи еще раз. Не все помнят. Он родом, если мне не изменяет, из Москвы. И уехал. Он, кажется, то ли в Бостон, то ли в Чикаго. У меня есть с ним общий знакомый. Саша Цалихин. Который занимается, не скажу, что музыкальным бизнесом. А занимается изданием прогрессивных групп на виниле и на компакт-дисках. Это не музыкальный бизнес. Это чисто занятие музыкой. Потому, что деньги там минимальные все это приносят. И это работа в удовольствие, что называется. Саша очень много выпустил хороших альбомов. Прогрессивных. В том числе и русских групп. Несколько. Оля Лукоя. Он выпускал три, по-моему, альбома. Такие сложные группы, которые здесь никто не выпускает. Выпускают их в Америке. Их там покупают. О них пишут прогрессивные журналы. Всякие разные. В общем. Вот. И он был знаком с Хорошевым. И говорит, что, знаешь, мне звонил Игорь. Совершенно невменяемый. Говорю, а что такое случилось? Говорит, а он... Хорошев очень любил группу ЕС. Он профессиональный клавишник. Он учился игре на фортепьяно. Серьезно. И обожал группу ЕС. Снимал ее. Играл очень много ЕСовских композиций. Записывал на кассету. И рассылал в разные рекорд-компании. Разным музыкантам. Ну, куда-то пристроиться поработать. Где-то с кем-то поиграть. Или записать свою музыку где-то в какой-то рекорд-компании. Говорит, я не понимаю, что происходит. У меня был телефонный звонок. Хорошев говорит. Звонил Йон Андерсон. Мне. Домой. Игорю Хорошеву. Пригласил на прослушивание. Это что? Это мои галлюцинации? Или что это такое случилось? Не галлюцинации. Он приехал. Познакомился с Андерсоном. Музыканты его послушали. И взяли его в группу ЕС. Случилось чудо. Я с детства обожаю эту музыку. Я в Москве, в Чикаго, в Бостоне. Я не помню, где он был. Играл вот это все. Я представить себе не мог. Мне позвонит Андерсон. Да. Случилось чудо. Друг спас друга. И он стал членом группы ЕС. Его взяли в состав. Как здесь написано. Помимо вот этой пластинки. Он присутствовал еще в то ли в двух, то ли в трех альбомах. Я не помню. The Ladder альбом. Magnification или Open Your Eyes. В каком-то из последних двух он присутствовал. Но в одном из них он был уже как сопутствующий музыкант. Он уже не был членом группы. Потому что Стив Хау в интервью как-то сказал, когда его спросили. А куда делся Хорошев? Он же так хорошо играл у вас. Почему вы сменили клавишника? Хау сказал, что он блестящий музыкант. Он нам абсолютно подходил по всем параметрам. Но во время гастролей в одном из отелей он неправильно понял, как себя должен вести музыкант нашей группы. И не сложилось. И не сложилось, да. Головокружение от успехов, видимо, случилось у Игоря. Он, наверное, злоупотребил чем-нибудь. И повел себя неправильно. И Хау сказал, что, к большому сожалению, мы не можем допустить, чтобы наша группа вот так себя... Все-таки белые одежды обязывают. Белые одежды обязывают вести себя по-другому. Ну, тем не менее, Хорошев класснейший просто музыкант. Играл... Ну, три альбома съез. Это... Как боженька. Это о многом говорит. То есть, не каждый Юрий из Москвы... Так сможет. Сможет так вот, да. Хотя... Мало того, чтобы просочиться... Хотя для Юрия из Москвы, я думаю, что группа ЕС это такие же ничтожества, как и все остальные. Ха-ха-ха. 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 Очень классный концерт в Швейцарии. Тоже тройник. Вот они... По-большому все время. Они по-большому ходят. Да. Молодцы. Они ходят по-большому. Это тоже из поздних. История. И вот эта пластинка, она интересна тем, 2003 год, что... Не забихаю. Ну... Здесь вот то, о чем я говорил, что на концерте они дают звук такой же, как в студии всегда. То есть, как удивительным образом это получается. Здесь ни фига подобного. Здесь ставишь пластинку и слышишь звук нормальной рок-группы. Не полубогов каких-то с кучей обслуги, аппаратуры там и 28 каких-то еще там сопутствующих музыкантов где-то за кулисами что-то там подпикивают, подшипывают. А тут я настолько был удивлен, потому что все то же самое. Песни те же. Играют так же. Играют те же инструменты. Но звук рок-группы. То есть, не ЕС. Какой-то вот ЕС. Космическое. Космическое звучание. А такой рок-бэнд. Вдруг. Все скупо. Все прозрачно. Все слышно. Все понятно. Все громко. Агрессивно. То есть, сыграли просто... Я не знаю, как так получилось. Чем отличалась эта сцена от других сцен. От того же Хаоса в блюз, где сыграно все один в один. Пластинка. С Игорем Хорошим этот концерт. Все звучит, как будто это номерной студийный альбом. А здесь просто рок-бэнд на концерте. Вот это очень интересно. Объяснить этого я не могу. Почему такое звучание у них получилось здесь? Может быть, настроение было такое. Просто сыграли в отрыв, что называется. В Монтре. Да-да-да. Даже Клода Нопса вспомнили. Который он записывал. Он там тоже потрудился. Круто. Ну, и один из бесчисленных концертных альбомов я принес. Просто показать их. Я говорю, они выходят все время. При этом группа ЕС в разных составах. У них там после драмы началась эта «Чересполощица» с составами. Был период, когда две группы ЕС существовало параллельно. Выступая под брендом ЕС. Потом был «Диск Юнион». Еще когда эти два состава объединились. Ну, не объединились, точнее. А записали совместный альбом. В общем, страшное дело с составами у ЕС. Уже дедушки совсем. До сих пор все это продолжается. И будет продолжаться, я надеюсь. Потому, что я безумно люблю эту команду. Последний, кстати, очень хороший альбом у ЕС. Я его принесу потом как-нибудь. О чем-нибудь поговорим. Современном. Я принесу этот последний ЕС. Поговорим о нем. Здесь они играют, если ты обратил внимание, песню «Imagine» Джона Ленова. Помимо... Хорошо. Специфически. Ты знаешь, мне не понравилось. При том, что я обожаю Джона Ленова, обожаю ЕС. Вот это исполнение мне не понравилось. Кто я такой? Я же не Юрий из Москвы. Чтобы говорить, что это говно. Чтобы объяснить, как на самом деле. Как надо на самом деле. Hard Rock Hotel в Лас-Вегасе. По прибытии в Лас-Вегас, кстати, с большим удивлением заметил, что раньше там только бои Майка Тайсона. Понятно, что в Лас-Вегасе зал большой. Оказалось, там залов целая куча. И посещение различных шоу. Это неотъемлемая часть. Идиоты за ручки в автоматах дергают. Нормальные люди идут, развлекаются, смотрят. Хорошие представления. Но я ни на что не сходил. А жаль. Ну, ничего. Ну, в общем, ЕС жилы. Молодцы. Хотя и не все, к сожалению. Хотя Криса Сквайера уже нет на земле этой нашей в мире. Но тем не менее все продолжается. И дай-то Бог, чтобы продолжалось дальше. Дядьки занимаются любимым делом. Только позавидовать. Хорошо. Детство золотое. Кто следующий? Ну, это мы посмотрим. Посмотрим, да. Интрига. Интригу. Сохраняется. Держим в напряжении весь мир. Весь мир замер и ждет. Спасибо, Алексей. Спасибо. Как всегда. Глоток свежего воздуха посреди всего этого цензурного слова. Нет, чтобы обозначить. До встречи. Безобразие. На сегодня все. Пока.